Илья Пригожаев осваивает азы программы Paint. Особенный парень за две недели научился не только быть усидчивым, но и работать в графическом редакторе. При помощи педагога Светланы Сурниной нарисовал замок и автомобиль. Для него это целая победа. Ведь до прихода в центр дневного пребывания «Теплый дом» на компьютере Илья умел только включать музыку и смотреть фильмы, и то с трудом. Скоро парень приступит к изучению Microsoft Word. Я решила их научить, дать им навыки, чтобы они могли работать с самыми простыми программами Word, редактор, чтобы они могли печатать текст, могли разбираться. Почему печатать? Есть проблема у нас с печатанием, что многие дети знают буквы, но читать не могут. Поэтому тоже это будет учить, будем читать и писать. Я думаю, это им тоже поможет. Сегодня вместе с Ильей в центре, прямо как дома, чувствуют себя 10 ребят с множественными нарушениями. Каждый из них имеет психологические, а некоторые и физические особенности. Возраст 18+. Приводят сюда своих взрослых чат родители два раза в неделю. Здесь они проводят 8 часов. Осваивают технологии, занимаются рукоделием и учатся быть хозяевами. Для чего создан? Для помощи наших семян, родителям, которые привязаны с такими ребятами дома. Мы хотим, чтобы мама себя комфортно чувствовала, имея такого особенного молодого человека. В центре работают обученные воспитатели, которые прошли курсы и знают не только, как найти подход к ребятам и установить с ними контакт, но и, например, как правильно поднять колясочника, чтобы не надорвать себе спину. Обязательное и немаловажное условие. Каждая няня – сама мама особенного ребенка. Так, уверяют, в центре гораздо проще понять друг друга. Мы приходим здесь, с ними занимаются педагоги. Я могу оставить его здесь, пойти по своим делам. За ним буду здесь ухаживать, развлекать его, заниматься. Дети, которые ходячие, они помогают детям, которые на колясках, также помогают с моим Дмитрием. Сегодня посетители и представители теплого дома все еще занимаются его обустройством. Сами же, особенно ребята, не стоят в стороне, помогают, чем могут. Делают украшения для коробок хранения, чтобы здесь было еще уютнее, прямо как дома. Мария Бересневич, Максим Галеон, Каба, Бруйск, 360.